Здравствуйте, ребята! Меня зовут Юлия Викторовна, и я веду занятия лепкой из-за студии. Рада приветствовать вас на занятии! Сегодня на занятии мы слепим вот такого яркого попугайчика. Лепить мы его будем конструктивным способом. Конструктивный способ это изготовление поделки из отдельных деталей и соединение их в одну поделку. Для работы нам понадобится доска для лепки, пластилин, стек и зубочистка. Начнем! Выбираем цвет попугая. У меня попугай будет красным. Берем брусок красного пластилина и делим его на две равные части. Одну часть убираем в сторону, вторую тщательно разминаем. После того, как тщательно размяли пластилин, поделим его на две равные части. Это будет туловище и голова. Из каждой части скатываем шарик. Шарик можно катать между ладоней или между ладонью и доской, как вам будет удобно. Сильно давить не нужно. Из одного шарика делаем небольшой овал. Соединяем тело и голову вместе. Слегка прижимаем. Немножко сглаживаем. Основа попугая готова. Делаем ножки. Для этого берем пластилин желтого цвета. Отрываем небольшой кусочек. Делим его на две равные части. Каждую часть скатываем в шарик. Шарики расплющиваем между пальчиками. Такие вот получаются блинчики. Приклеиваем их внизу. Слегка прижимаем. Вот так. Теперь делаем голову. Начнем с глазок. Берем пластилин белого цвета. Отрываем небольшой кусочек. Делим его на две равные части. Каждую часть скатываем в шарик. Затем прикладываем шарики к голове. Если они получились слишком большие, то нужно убрать лишнее и заново скатать. Два одинаковых шарика. Слегка прижимаем. Затем выбираем цвет гладок. У меня тут зеленый. Берем пластиклин зеленого цвета. Отщипываем маленький кусочек. И делим его на две равные части. Каждую часть скатываем в шарик. Шарики прикладываем к белой основе. Слегка прижимаем. Вот таким вот образом. Теперь делаем зрачок. Для этого берем пластилин черного цвета. Отщипываем два маленьких кусочка. Кусочки скатываем в шарики. Затем приклеиваем к зеленым глазкам. Слегка прижимаем. И делаем веки. Нижняя и верхняя. Для этого берем пластилин красного цвета. Отщипываем небольшой кусочек. Этот кусочек скатываем в очень тонкую колбаску. Накладываем под глазами. Отрезаем лишнее. Субтитры создавал DimaTorzok Немного заостряя кончики. Теперь делаем клювик. Для этого возьмем сначала черный пластилин и отщипнем небольшой кусочек. Скатываем его в шарик. Затем расставим, расплющим между пальцем. Этот кусочек накладываем между глазок. Слегка прижимаем. Теперь берем пластилин желтого цвета. Отрываем небольшой кусочек. Скатываем из него шарик. Затем овал. Формируем клювик. Такой вот фигурой. Немножко загибаем кончик. Эту фигуру приклеиваем на черное пятнышко. Слегка прижимаем. И сдавливаем, формируя клюв. Клюв загибается. Зубочисткой делаем ноздри. Теперь нужно сделать веточку, на которой будет сидеть попугайчик. Для этого берем стилин коричневого цвета. Отрываем небольшую часть. Примерно такую вот. Лишнее убираем в сторону. Скатываем шарик. Затем скатываем овал. Напоминаю, что вы можете катать между ладоней или между ладонью и доской. Этот овал нужно согнуть. Вот таким вот образом. Стеком рисуем фактуру дерева. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Теперь посадим попугая на веточку. Слегка прижимаем. Можно, например, слегка вытянуть кончик веточки. Если, когда вы ставите веточку, попугайчик с веточкой падает, значит, нужно веточку сделать потолще. Стеком делаем порезы на лапках. Теперь делаем крылья и хвост. Начнем с крыльев. Для этого нужно взять два или три цвета. Берем пластилин красного и желтого цвета. Отщипываем два одинаковых кусочка от красного и два одинаковых кусочка от желтого. Если один кусочек получился больше другого, то от большого нужно отщипнуть лишнее. За кусочек скатываем шарик. Шарики скатываем в овалы. Сплющиваем между пальчиками и формируем капельку. Сдавливаем только с одной стороны. Расплющиваем между пальчиками и формируем капельку. Тоже самое с желтыми. Овал раскатываем, сплющиваем между пальчиками и делаем капельку. Соединяем красный и желтый. Слегка сдавливаем. Приклеиваем по бокам. Берем красный пластилин, отщипываем от него небольшой кусочек. Кусочек делим на три равные части. Можно сделать кусочки разного размера. Например, один большой, а два поменьше. Каждый кусочек скатываем в шарик. Овалы расплющиваем между пальчиками и формируем капельку. Но капелька будет длиннее, чем на крыльях. Расплющиваем. Формируем капельку, сдавливая только с одной стороны. Кусочки соединяем между собой. Приклеиваем сзади. Слегка прижимаем и смазываем. Теперь сделаем маленький хохолок. Для этого берем пластилин красного цвета. Отщипываем небольшой кусочек. Скатываем шарик. Из шарика делаем овал. И снова формируем капельку. Приклеиваем к голове. Слегка прижимаем. Смазываем. И немножко загибаем назад. Теперь берем стек и придаем фактуру перьям. Для этого делаем вот такие насечки. Редактор субтитров А.Семкин. А.Кулакова А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В глаза можно добавить блики Берем два маленьких кусочка белого пластилина И приклеиваем на глазки Можем украсить веточку листочками Для этого берем два зеленых цвета Чтобы сделать листочек, скатываем шарик Затем формируем капельку И зубочисткой слегка сдавливаем Получается вот такой листочек Листочек приклеиваем к веточке И делаем листочек светлее Для этого снова скатываем шарик Затем делаем капельку Слегка сгибаем Заостряю кончик Приклеиваем Листочек рядом Вы можете сделать все листочки светло-зеленым или темно-зеленым Как вы захотите Я сделаю и тем, и другим Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вы можете добавить оформление побольше Например, заполнить веточку листочками Такой вот попугай у нас получился Вы можете поставить его на свой рабочий стол И любоваться им Или подарить тому, кто мечтает о попугайчике Также вы можете придумать имя своему попугайчику Надеюсь, вам понравилось Присылайте свои работы в нашу группу ВКонтакте Буду рада увидеть ваши результаты А то, что будет на следующем занятии Вы увидите на следующем слайде На следующем занятии нарисуем деревенский пейзаж после дождя Все, что необходимо для занятия Вы видите на экране До новых встреч!